Первые кофейни в Центральном Лондоне открылись уже в 1650-х годах, а к 63-му году их было уже более 80. И несмотря на попытку короля Чарльза II запретить их в 1675 году, кофейни оставались социальными и интеллектуальными очагами. В 1679 году, например, посетители кофейни Гаррой могли наблюдать, как Роберт Хук, ученый, придумавший термин «клетка», публично разрезал морскую свинью. Во Франции люди начали смешивать кофе с молоком и сахаром. И на протяжении 1700-х годов в кофейни Парижа принимали просвещенцев, таких как Дидро и Вольтер, которые, как утверждают, пили по 50 чашек кофе в день. Конечно, скорее всего, это были небольшие порции сравнительно слабого кофе, но все же впечатляюще.